На реконструкцию и строительство дорог Кубани в этом году выделена небывалая сумма. На создание современной и комфортной инфраструктуры направлены миллиарды рублей. И уже набраны неплохие темпы работ, отмечает глава региона. В планах 2018 года привести в порядок 700 километров автомагистрали местного значения. Субсидии с края получили почти 300 населенных пунктов. В таких масштабах транспортные артерии на Кубани еще не ремонтировали, но к большой дорожной стройке все же присоединились не все. В 13 городах и станицах до сих пор не заключили контракты с подрядчиками, а значит не приступили к реальным работам. Край направил из дорожного фонда, я, коллеги, подчеркиваю, на муниципальные дороги. 7,5 миллиардов рублей. Эти деньги, коллеги, они должны быть трансформированы в качественные или отремонтированные дороги, или вновь построенные. И вот реализация этих денег должна быть видимой для населения. А у нас как-то странно получается. И такие деньги огромные выделяются. И вроде как по отчетам дороги ремонтируются и строятся, и жалоб меньше не становится. Когда видим и этот объем, который, еще раз подчеркиваю, финансовых средств, которые на дороге выделяются, и результат, тогда и настроение людей другое, и отклики, и эффект от нашей работы, коллеги, совсем другой. Качество жизни кубанцев зависит и от состояния парков. Еще два с половиной года назад Вениамин Кондратьев поручил документально закрепить границы всех зеленых зон. Это позволит сохранить их территорию и запретить там капитальное строительство. Отдельно тогда обсуждали судьбу зеленого массива рядом с Солнечным островом в Краснодаре. 200 гектаров удалось вернуть в муниципальную собственность. Территорию было решено присоединить к существующему парку. Однако сегодня и его состояние вызывает обеспокоенности у краевых властей и у самих горожан. Давайте Солнечный остров сделаем по-настоящему парком. Потому что иначе нет смысла присоединять, если мы такой же шалман получим и там. А сегодня шалман. Кто был в Солнечном острове, кто-то что-то строит, кто-то что-то лепит. Там какие-то палатки непонятные, там какое-то ограждение. Там кто-то что-то достраивает второй или какой-то третий этаж. Вообще кто-нибудь вообще контролирует, что происходит на Солнечном острове? Насколько я знаю, что внутри частная собственность на 10 земельных участков. Как там 10 собственников-то появилось внутри парка? 70% всего маленького Солнечного острова на сегодняшний день где-то находится в частной собственности. Это действительно проблема. Мы сейчас начинаем объемно изучать все эти судебные акты. Там в основном все по судебным актам. Ну как паразит, иначе не скажешь. Ну в парке уже заползли. В парке заползли. Ну это мыслим, ля. Мы такой бизнес поддерживать явно не будем. Это не бизнес. То, что принадлежит горожанам, никому в индивидуальном порядке принадлежать не может. Когда наши предки закладывали эти парки, они думали, что их внуки, правнуки и прапраправнуки будут их благодарить. Но не думали, что эта земля окажется в частных руках. Давайте найдем первичные документы и восстановим справедливость. Всего лишь на все, что я прошу. Восстановить справедливость. И парки вернуть горожанам. Жители Новороссийска также возмущены застройкой, правда уже другой зеленой зоны. Часть парка имени Фрунзы когда-то отдали под возведение жилых домов. Ситуацию едва успели исправить. Много идет жалоб, что парк имени Фрунзы в Новороссийске застраивается. Где там еще 15 лет назад во всю можно было гулять. Решением судами и землю уже отняли, и собственности лишили. Ну а это московские там товарищи, они пытаются все-таки... Игорь Алексеевич, вы ничего не отняли, вы возвратили. Вы возвратили. Это они у нас отняли или пытались отнять. Кто они такие, чтобы приезжать в Новороссийск и забирать парк у новороссийцев? Кто они такие, эти застройщики? На новороссийцах зарабатывать не нужно. Не нужно. И бизнес на них строить мы никому не позволим. Потому что нам нужен комфортный зеленый город. По поручению главы региона, Департамент архитектуры края проверит все основные парки Кубани. И в первую очередь на законность нахождения там торговых точек и кафе. Полный список нарушений губернатор потребовал предоставить до конца этого года. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.